Гет фон на связи! В сражении, что я покажу далее, вы увидите реализацию особенностей суперсминца Зоркий, эпичнейший, практически эталонный нагиб и хитрости тактики, которые помогут вам на советских, французских, а также итальянских лидерах отыгрывать правильней и бороться за точки, даже управляя кораблем с более слабой маскировкой, нежели у вашего противника. В общем, бой, пушка и на нем можно поучиться многому, так что жмите лайк, если понравится тактический разбор и загляните в комментарии, если есть возможность поддержать канал в это непростое время, ну а также там вы найдете крутой инвайт для старта игры с жирнейшими подарками. Ну а теперь за сражение, чтобы примерно построить карту будущего сражения, на старте всегда рекомендую обращать внимание на несколько важных параметрах. Во-первых, какое расположение и количество островов. Второе, стратегические направления, где можно хоть что-то сделать. Ну и, конечно же, необходимо обратить внимание на количество опасных противников, встреча с которыми может стать фатальной. Чем их больше, тем мы будем действовать осторожней. В случае с картой Путь Война островов у нас очень много, а значит, пользуясь их защитой, можно сгладить негативные последствия плохой маскировки корабля и сближаться с более незаметными собратьями, а также благодаря островам можно будет переживать большое количество урона. Направление ведения боя тут теоретически три, но правый фланг подразумевает смиренный настрел фугасами на дистанции, при этом через нос. И вот этот вот геймплей про домашку, но он мне малоинтересный, потому как он малофармовый. Потому для меня осталось только два актуальных направления, либо центр, либо точка А. Ну а говоря про опасных противников, необходимо отметить, что встреча с Джинаном или Минотавром в тех же самых островах могут быть сравнимы с путевкой в порт. Но в целом опасных противников не так уж и много, так что рисковать в сражении мы можем. Запомнив все это, выходим уже в бой. И дальше обращаю внимание на то, что на втором, потенциально интересном для меня фланге, все идет очень даже хорошо. Ютланд при поддержке Шазлонга, скорее всего, точку возьмут. Так что смещаться с центра на этот фланг, это... Безопасный, конечно, выбор, но выглядит как пустая трата времени. Там и без меня все хорошо. Потому решил попробовать более рисковый маневр перехвата эсминца на центре. Тут же обращу внимание на то, что в списках эсминцев для противодействия этой тактике не было суперопасных целей. Потому наша задача в этот момент просто не спугнуть цель. И потому вначале я просто останавливаюсь близ точки Б и жду, попутно следя за засветом противников на карте. Простояв так где-то 30 секунд, я решил, что пора действовать. И, возможно, немного поторопился, ведь эсминца после выхода из-за острова я не засветил. Ну а сам оказался в засвете. Да и еще именно тавер тут как тут, ровно под боком. В любом таком или похожем моменте единственное, что необходимо сделать, это обезопасить собственный корабль. Потому я и делаю спасительный отворот. Но при этом, понимая, что у Зоркова мощные бронебойные снаряды и есть альтернативный пуск снарядов, я решил не терять момент и отработать в борт по легкому крейсеру. Залп, конечно, оказался не самым результативным, но нанес урона я все равно больше, чем растерял хп. И так что можно считать, что это победа. А еще я узнал противника спарринга. Это эсминец Ямагири. Очень интересный и опасный универсал, видео про которого я уже делал. Рекомендую ознакомиться с ним по ссылке в подсказке. Корабль достойный. Но сейчас главное то, что по артиллерии Зоркий явно сильнее. Потому для меня это не самый опасный противник. И с ним спарринг мне очень интересный. Главное решить проблему прикрытия Минотавром. Ну а самый простой способ это сделать, сблизиться с Остром, за которым мы спрячемся от Минотавра и будем считать, что в безопасности. Главное сделать это очень быстро и идя к Минотавру носом, чтобы не потерять много хп на сближении. Попутно я еще и скидываю в дымы торпедки. Они у Зоркова длинные и чем черт не шутит, может быть противника попаду. Как минимум лишним этот пуск точно не будет, ведь он ограничит хотя бы немного действия моего противника. Ну а сблизившись с Островом достаточно? Я достигаю цели создания благоприятных условий сражения, ведь Ямагири оказывается один на один с нами. И это заведомо выигрышная для нас дуэль. Тут важно заметить только то, что была альтернатива. Либо мы сейчас смиримся с потерей фрага, ведь эсминчик уходит через дымы. Но в этом случае мы быстро берем точку в инвизе. Либо мы можем затянуть бой на центре, но рискнуть и получить в итоге сочный фраг весьма опасного противника. И возможно потому, что я люблю упарываться, я увидел в дымах Ямагири в первую очередь возможность для безопасного преследования в инвизе. И я, конечно же, за ним пошел. И не прогадал. Догнав его у Острова в весьма ограниченном пространстве для маневра, без прикрытия я быстро делаю фраг. Опять же, не без помощи альтернативного темпа стрельбы. Ну а дальше ухожу из-под удара Минотавра. Далее, без лишних движений, просто берем точку и думаем о тактике. Фланг точки А сразу же отметаем. Направление выиграно в теории, за счет преимущества по кораблям. Потому правильней всего будет сейчас искать возможности взаимодействия с флангом направления С. И вот там у нас есть два варианта. Либо безопасный вариант с отходом к союзному ордеру, и вот в этой тактике мы опять же заливаем фугасами от носа, либо мы рискуем и идем прорваться через центр. Второй вариант я выбираю не столько потому, что у паранд и фугасами стрелять мне было не очень охота, но еще и потому, что свою роль тут сыграли противники, которые создали очень благоприятные условия для этого прорыва, сконцентрировав все свои силы на флангах, оставив центр совершенно без защиты. Ну а выход через центра открывает мне рано или поздно доступ к вражеским бортам, где можно реализовать еще и бронебоечки. И вот это вот, мне кажется, в первую очередь сейчас ошибка Минотавра, который вместо игры против меня предпочел уйти вглобь точки С, что для меня прозвучало как приглашение на обед. Первая попавшаяся цель была Сатсума и начал отрабатывать ее фугасами, опасаясь то, что бронебойками в ромб урона будет немного. И сначала думал пройти через пролив быстро, но получив пожар, решил подзадержаться до момента, когда Сатсума этот пожар решит потушить. Долго этого ждать не пришлось. Ну а дальше все просто. Пережидаю небольшое время работы ремки и переключаюсь на альтернативный темп стрельбы. Что и помогает мне в кратчайшее время вернуть на Сатсуму пожар. Ну а дальше я предпочел двигаться дальше, переждая долинный КД ГК. Маленький нюанс сейчас только в том, что можно было раньше озадачиться отходом, а еще обратите внимание на включение форсажа. Я его сделал для более быстрого прорыва в борт, но замечу, что и это не являлось обязательным в этот момент. Ведь можно было немного подождав, использовать расходник в первую очередь как защиту, как только по нам начинают стрелять, ведь под форсажем наш эсминец становится более быстрым и более сложной целью. Но получилось как получилось. Обращаю ваше внимание на это только для того, чтобы ваши собственные сражения могли быть лучше, чем это. Ну а дальше сам-то я реализую бронебойные снаряды, как только противники показывают борт. В случае с кирсажем даю альтернативные темпы стрельбы бронебойками в тот момент, как он начинает уходить в ром, потому как хочется по полной воспользоваться этим моментом, и как видно из урона это у меня получилось. Дальше отсвечиваемся, и после перезарядки главного калибра идет очень скучное заплевывание, которого изначально я и хотел избежать. Но деваться уже было некуда, альтернатив тактика на фланге не оставляла. Обращу ваше внимание сейчас только на то, что то и дело стреляю альтернативным темпом только из-за увеличенного пробоя, что дает хоть как-то наносить урон. При этом имейте в виду, что ДПМ в обычном темпе выше, но пробоя меньше, и потому мне показалось, что урона будет тоже меньше. В любом случае, долго пребывать вот в этой расслабленной тактике я не планировал, ибо видно было сразу, что точка Б вот-вот начнет перезахватываться противником. И вот знаете, там вполне возможно могла бы быть жаркая заварушка, ведь там был бы Бенхам и наш старый знакомый Минотавр. Но все изменилось из-за того, что Сацума шотнул буквально фулового эсминца, вероятно, воспользовавшись в этот момент своим ультимейтом. Подробнее об особенностях этого суперлинкора я рассказал, кстати, в недавнем топе лучших суперкораблей этого патча. Если не видели то видео, то рекомендую ознакомиться, ссылочка есть в подсказках. Ну а нам же остается только лишь закончить бой. И тут было опять два варианта. Либо с шашкой на голову выйти на Минотавра через левый пролив, и я сразу скажу, что изначально хотел пойти именно туда, либо обойти остров справа и играть более осторожно, но при поддержке Сацума. В любом случае, не важно, что бы выбрали вы. Главное, что сокращать дистанцию лучше через остров, как я делаю сейчас, держа между дымами с Минотавром и собой остров, используя рельеф карты гарантированно, не оставляя возможности для подсвета своего корабля. Ну а для подготовки тактики прорыва, неплохо было бы пускать торпеды перед собой, на тот случай, если планируете увидеть противника прямо перед собой. И вот это я сделал именно по левому проливу и пытался пойти именно туда, но вот увидел вражеские торпеды и в последний момент передумал. Это можно списать на везение, но сделал это я решительно верно, ведь выходя справа пролива, я подлавливаю уходящего Минотавра прямо в борт. И на короткой дистанции альтернативный темп стрельбы меня совсем не подвел. Как говорится, смог воспользоваться моментом и на все 100%, Минотавр даже отреагировать не успел. Ну а после бой переходит уже в стадию добивания. На этой стадии мы просто делаем захват точки, потому как это наиболее прибыльное действие, ну а дальше немного клюем противника на флангах, тратя последние секунды сражения. В итоге результаты оказались весьма впечатляющими. Настреляв в итоге под 200 тысяч и захватив пару точек, я получил рекордный для этого корабля 3250 опыта. И в основном благодаря захватам и единоличному уничтожению Супер-Ясминца Ямагири и Минотавра, хотя урона по линкорчикам тоже было сделано немало. По фарму тоже вышло солидно, но тут в основном потому, что понимая, что супер и убыточные, я обмазывал их для игры всеми экономическими бонусами, какими только можно. Потому и получилось заработать лям. Ну и на этом в общем-то все. Пишите в комментариях, какие вопросы остались у вас об этом сражении, я постараюсь ответить всем в комментариях. Ну а еще можете написать в комментариях свои оценки. Также, если бой вам понравился, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео про игровые корабли. А еще благодарю спонсоров с Бусти. В особенности адмиралов Константина Пучкова, Андрея Крючкова, Параноика, Слипа и Лейтенанта Артема. Благодаря вам канал жив и радует всех зрителей видео. Ну а на этом точно все. До связи, пока-пока.